Добрый день, дорогие друзья! Как вы знаете, меня зовут Олег Алавгудвин и я великий популяризатор массажных технологий и других телесных практик. А сегодня мы записываем такие ролики, когда вы сможете помочь сами себе. Если вы перегрузили свою шею и она у вас болит, кровослабжение мозга достаточно плохое и болит голова, есть какое-то напряжение здесь, посмотрите на наш предыдущий ролик, мы показывали, как это снять, если у вас наклонная вперед поза. Это бывают позы достаточно часто у тех работников, которые, ну так называемые, вот эти мышцы мы так в шутку называем, мышцы бухгалтера, которые работают за компьютером, что-то с записанным столом что-то делают. Часто это бывает у стоматологов, которые даже полубоком все время работают и у них поэтому тяжелые мышцы с этой стороны. Это бывает у парикмахеров, когда стреляется голова вперед. Но есть такие сотрудники, когда наоборот им нужно себя держать в тонусе и поэтому они чересчур выпрямлены. У них плечи развернуты вот так, голова посажена как будто бы как на кол. Они себя специально держат в тонусе. Есть такие профессии, где им нужно быть активными, где им нужно показать свою значимость, им нужно свои амбиции донести до народа. Поэтому они себя держат всегда в таком тонусе и у них происходит другая проблема. У них напрягаются мышцы, которые вот уже практически за шеей, между лопатками находятся. Чтобы их расслабить, надо сделать такое упражнение, которое их растянет в обратную сторону. Для этого мы берем свои руки, вытягиваем максимально вперед. Можно сжать, можно не сжимать друг к другу в замок. Но допустим, мы сжали в замок и максимально вытягиваем вперед. При этом это не то упражнение, которое вы, может быть, видели, как упражнение кошка из йоги, когда у вас спина полностью вся становится вот так вот выгнутая назад. А это мы акцент делаем непосредственно на грудном отделе позвоночника. Посмотрите внимательно, как я это делаю. Вот вы сидели вот так вот сбоку. Я думаю, меня видно, да? Берем руки, максимально вытягиваем и лопатки назад. Видите, у меня округляется именно верхняя часть корпуса. Да-да, вот вы сейчас попробовали, у вас правильно получилось, я вижу. Да? Далее добавляем в это движение движение головой вперед. То есть мало того, что я отодвинул лопатку назад, головой вперед. Но чтобы усилить это движение, давайте сделаем, добавим такую технику тибетских монахов, называется поза льва. Когда вы полностью раскрепощаете свою ротовую челюсть, лицо, максимально высовываете язык, может быть, это покажется смешно, но на самом деле вы не представляете, насколько это полезно упражнение, когда мы это делаем на выдохе. Еще раз повторяйте за мной. Вот так вот силой, силой себе растягиваем. Понимаете? Давайте я покажу вам спереди, как это выглядит. Вот такая поза льва вас достаточно быстро приведет в работоспособность. У вас снимутся зажимы вот здесь. Повторяйте это упражнение достаточно 3-5 раз. Вот так вот вы сделали. И вы приведете себя в боевую готовность, снимете напряжение, придете в форму, восстановите свой жизненный тонус, и у вас будет все в порядке, что я и вам желаю. Поэтому смотрите наши видеоролики на этом канале YouTube. обязательно на него подписывайтесь. А я с вами не прощаюсь. Покажу вам в следующем ролике кое-что интересное. Пока-пока!